Так, сейчас о вебинаре Светлана Ёрченко. Светлана, привет! Добрый вечер! Сегодня посмотрел ваш последний вебинар. Это видео в прошлом. Вы говорили о моем письме про Макарова и про то, что мелкий шрифт трудно прочесть. Большое спасибо за укрепление шрифта. Читается легко. А когда мы были с приятенцем у Макарова... Алексей Иванович, привет, Статья. Кстати, она купила у него вашу книгу. Еще брошюру тонкую. Вот они. Это я, к слову, первых видели. Вот они. Ну, подумаешь, лежат. Вот. 13 тысяч лежит. Пролетел я. Их не стали покупать. Те, кто должен был распространять. Не купит никто. Все. 13 тысяч на мои деньги. А мне еще говорят, когда будет... Номер два брошюра. Это первая вот эта вот. Вот. Еще раз покажу. Видели? Правильно показываю? Правильно. Вот. Второй не будет никогда. Куда я эти 13 тысяч дену? В общем, я банкрот. Так. Он говорит, что все вопросы по посадке, уходу он черпал в них. То есть, приезжает к нему, если человек денег побольше, он вручает книгу мою. Вот. А если денег у человека поменьше, он вручает брошюру. И говорит, ну мне некогда, поймите. Я сейчас злюсь на Сергея. Ну, придет, человек, два сажатся, купит. Два часа он вводит посаду и все отвечает. Отвечает. Я это проходил. Потом я стал отвечать по часу, потом по 20 минут, потом по 10. Потом быстрее. Вы видите эту белую точечку? Это границы земля-воздух. Это показывает на юг, чтобы вы здорово не посадились. Югом на север. Ну, в таком духе там покажу холмик. А когда я говорю, купите мне книгу, они говорят, вы знаете, вы нам лучше так расскажете. Вот. Ну, в общем, поняли. Вопрос о мальчиках и девочках. Вы знаете, о чем речь идет. Мне, я уверен, многим садоводам близки и эти темы. Все, о чем вы говорите, очень важно. Вы часто затрагиваете детские темы. А как же иначе? Для кого мы растим сад? Ведь он для себя же. Сколько нам нужно этих груш, яблок, слив? Все, хотим, чтобы наши дети ели чистые, без химии фрукты. Никогда этого не будет. Наш гружок, это не все, Россия. Ладно. Хвастаюсь, не могу я. Свежее. Вот это называется. Вот сам. Я надеюсь, видно. Я думаю, бардак. Включить или наоборот хуже будет. Включить или хуже будет. Нет. Ладно. В общем, смотрите. Вот это ватсап. Я на него нажал. И здесь написано. Урожай персиков этого года. Попробуем. Итак. Вот это вот персики. Видели, да? Надеюсь, что видите. Так. Тут чуть-чуть нажал. И что написано? Урожай персиков этого года. Это последнее созрели птеней. Весь урожай четыре ведра. Итак. У человека четыре ведра персиков. Естественно, это не те. Знаете, я это. Сейчас прежде чем продолжить скажу. Я наблюдательный и наслухательный. Я не слушаю телевизор. Не смотрю его. А слышу. Там вдруг говорят. Мы заложили сад. Еще непонятно было где. Я потом ниже покажу такой сад. Стандартный сад. Натянута проволока. Также лебетонные столбы. Яблочки. Все как у нас. Я думаю, ну вот опять. Вот. Ну. А что это голос русский. Все там ведущий русский. Я еще не понял. А это сад пользуется страшным успехом. Так. Дальше счет пошел на сотни тонн. Прибыль дает. Было сказано. В этой передаче. Знаете, что сказано? Несмотря на большое. Значит, расходы. То есть на высокую себестоимость. Сад дает прибыль. И дальше все было испорчено одним. Никто, кроме меня, не заметил. Ну, во-первых, было сказано. Слово бишкек прозвучало. Так. Уже ясно, где это. И второе слово прозвучало. 20-40 обработок. А они на Россию работают. У них, как в саду, свои есть яблоки. Вы понимаете? Смотрим дальше. Итак. Ох, что-то закрылось. Сейчас откроем. А. Я листаю дальше. Вот это вот. Ничего не упущу. Вот это вот. Персиковое дерево. Это еще не вся информация. Так. Он по-куда-то мне делся. Это мой триумф. Поэтому я не могу медленно. Это я растягиваю удовольствие. Как хотите. Это второе дерево песка. Или первое. Только непонятно. Вот. Да что ты каждый раз исчезаешь? Так. Это самое интересное впереди. Я сейчас еще бодро распомнил. Так. А. Так. Вот. Знаете. Хотя я не дозвонился. Это моя беда. Я не знаю где это. И когда я звонил. То была фотография женщины. А вот фотография мужчины. Смотрите. И вдруг вы видите абрикосы. Уже не персики. Сенсация. А где это? А разве вам не интересно? Это совершенно каждый раз исчезает. Так. Это не все. А теперь. Внимание. Внимание. Вот это вот. Абрикосы. Вы видели перед этим дерево абрикосовое. А теперь крупный план. А потом то, что в финансации является не меньше, чем персики. Внимание. Нажимаю. Смотрите. И вот здесь появляется. Я читаю. А потом покажу. Абрикос королевский. Клон железова. Выращен из косточки. Заплодоносил на шестой год. А? Сели? Кто там говорил, что это? Пусть на шестой год. Шесть лет назад было куплено. В одном случае косточки. В другом черенок. Ну как? Видно хоть что-нибудь? Давайте на скидку. Рядом коробок. Судя по коробку, у них вес 60-70 грамм. Из косточки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, сейчас по ключи-то. Там-там-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам. Это мой праздник. Это праздник еще и к тому же Бондара. Понимаете? Пусть на том свете. Это и его праздник. Это мы достигли. Вот. А человек делал так, как мы научили. Здорово. Вот это мой праздник. Это будет очередной. А я еще не мог перекачать. Не умею. Я схватился за голову. А свежие. Ёлки-палки. А таких уже полно. Они копятся. А мы их не смотрим. Один раз помню тебя хвастаться. С экрана показывал. Вот это вот мы этим Бондаром. Идем дальше. Читаю. Теперь уже все. Ничего не пропускаю. Ой. Ну давай про детей. Мы так же хотим, чтобы наши внуки и внучки вылились полноценными, здоровыми, востребованными людьми. Вот, кстати, вот это самое. Сейчас кто-то опять звонит. Алло. Здравствуйте. Ольга из Петербурга. Я вас прошу. Если пожара нет, там что надо, это ведро воды принести. Я провожу вебинар. Можно мы поговорим уже, наверное, завтра? А может быть это имеет отношение к вебинару? Я не с каким человеком скажу. А ну, завтра поговорим. Ладно. Ага. Пожалуйста. Так, пойдем дальше. Итак. Наши внуки и внучки полноценными, здоровыми. Шансово в нуль. Ну, наши, может ваши будут. А вокруг нет. Наши защитные опоры, чтобы стали. А как донести до них, как аргументировать? Надо больше гулять, заниматься борьбой. Меньше сидеть у газетов. Вот эти аргументы я и черпаю из ваших разговорных вебинаров. Знаете, когда я говорю, да что за школа-то такое, а? Вы помните школу? На ушах ходили на переменах. На ушах ходили. А помните, еще недавно, я по Саногорку сужу. Восемь утра, уже вся школа на стадионе. Что сейчас творится-то, а? Ай, опять меня понесло. Так, вот эти аргументы я черпаю из ваших разговоров на вебинарах. Это же не учебный центр по повышению квалификации, а семейный клуб. Вот за семейный клуб спасибо. И затрагивать важную тему про здоровье, про воспитание вполне актуально. Тем более, что в школе сейчас дают материалы урезаны, неоднозначные, переработаны до абсурда. Надо было не до абсурда, а до идиотизма. Удивляют те, кто хочет слушать только про садоводство. Знаете, вот школа, да? Извините, я не могу иначе. Вот только сейчас по телевизору. Вот я уже последние минуты истекали, я слушал одним ухом. Только сейчас. В Америке пчёл исчезла одна треть, каждая третья. Вот сейчас дальше это самое. Кто валит на ГМО, кто валит на химикаты, кто валит на мобильные телефоны и на станции приёма. Так вот, а она-то, и главное, учёные бьют тревогу. А кто сидит в правительстве? Они что, идиоты, что ли? Да возьми ты телефон, сунь в этот самый пчелиный улей. Один метр от улей, а второй в двух. Пожертвуйте тысячу улями. Трёх, пяти. Прямо в селёдку суньте в этот. Включите и ждите, и смотрите, что будет. Проходит день, два, три месяца, всё, пчёлы живы-здоровы. Ищите другую причину. А если мобильные? Их в первую очередь у детей надо отнять. Но у нас нельзя без телефона. Они постоянно подвержены опасности нападения. Мы же не пускаем детей. Уже на днём не пускаем. Пьяные по праздникам идём, мотаются по городу. Видите, до чего дошло? Элементарный порядок. А потом всё остальное. Легко это проверить. Легко. Когда пчела последняя погибнет. Всё, мы с голоду всё сдохнем. Мы сдохнем с голоду. И вот я к чему это говорю. Вот это говорят по этому самому. А в школе рассказать, что такое пчелена семья. Рассказать, что такое соты. Это уникальнейшее, гениальнейшее произведение. Посмотрите, какие они геометрически вымеренные. Какая, к чёрту, этот самый, там 20-30 миллионов лет назад их не было. Там вдруг они по этому, по Чаржу Дамину появились. И тут же научились соты делать. То, чего мы не научились. Наши квартиры, по сравнению с этими муравейниками, так, вот которых мы сейчас живём, которых мы, и по сравнению с этими природными, не искусственными этими улями, а природными. Это такой примитив. Нам до них, это самое, наверное, ещё миллионы лет надо. Тем более, что мы умудряемся всё это тут же уничтожить. Ну, разбомбить. Вот. Нажраться и поджечь. Понимаете? Вот о чём речь идёт. И надо, чтобы школьник это увидел. Ребята, посмотрите. Божественное создание. Улей в разрезе. Ну, в разрезе, естественно, не настоящем разрезе. На картинке. Или там специальной съёмкой, чтобы увидели, как они внутри расположены. Как они детей воспитывают. Как они защищаются, теряя жизни. Тут же, это, самое, это такая убийственная, самоубийственная атака. Это всё, вот когда вот это будет. А потом ещё в школе. А учительница им уже должна говорить. А вы знаете, пчёл-то всё меньше. Впереди голод. Это в программе должно быть. Не просто вызубрить, даже если там будет раздел пчёлок. Вызубрить, сколько у них крылышков. И что окажется, Шмель не имеет права летать. Это тоже интересно. По закону физики, Шмель не может даже подняться в воздух. А летит? Но это ладно. Это будет раздел физики, лирики, помните. Вот. И чтобы дети, выходя со школы, уже знали, что выключи-то этот толпанный мобильник лишний раз. А вдруг и рядом пчела погибает. Пока обучённые ещё говорят, а правительство, к нам власть пришла в правительство, люди второго сорта. Они выросли в памперсах. Памперсы не дали развить ум. Когда хоть один проникает вверх, он за собой тащит остальных, таких же памперсников. Поколение сменилось. Они ничего не знают, ничего не понимают. Вот. Вот моя реакция на ваше письмо. Выбирайте темы, актуальны всегда. Ну да, я надеюсь, что это актуально. Мне тоже непонятна некоторая беседа с углублением Тради Мичурина и других известных учёных. Но я же слушаю. Это ведь тоже полезно, хотя бы для расширения кругозора. Вот люди, которым повезло получить образование в Советском Союзе, это понимаете. Я не просто получил образование в Советском Союзе. Я в деревенской школе получил. Там директор с этим, с завхозом убивали для спиртования черепаху. А мы стояли вокруг рядом, человек 50, плакали. А сейчас садится в самолёт, бомбит Донецк, бомбит этот самый, столицу Сербии, бомбит Степанакерт. Это ужас какой-то. А когда-то это было так. Но было и другое в советское время. Так, несмотря на прекрасное образование, по сравнению с теперешним телеперевоз случая, не пытаюсь вам подсказывать. Спасибо вам за труд сожаления, я тоже не скажу. Отдохни, у вас светлая голова, занимайтесь как можно дольше. Вот я это, я тут впервые научился вчера, хотя бы часть фотографий неиспорчен, перенёс с этого. С виде, какого-то, с телефона. Вот. Я наблюдательный. Вот он каток, современный. Вокруг тысячи детей, но они сидят дома. Я насчитал, вначале было две девочки с Тимошкой. Тимошку я приволок, иначе бы не были бы одни девочки. Потом и стало пять. Потом мы ушли. И так каждый год, каждый день. Приходим мы в другой раз. Никого. Вот. Тимошка хватает, у него ещё энергия есть. Мы расчищаем площадку и катаемся вдвоём. И было это. Сегодня какое? 11? Позавчера. Вот. Ещё каникулы. Ещё никто не ходит ни в школу, ни в садики. Никого. И это середина дня. Горько. Вот. А потом это поколение, та, которая и побить может, потому что у них нет раз, иных начал. Вот. И тупость невероятная. Я вам потом ещё буду доказывать это. Это поколение даст детей. И эти дети станут потомственными мэрами. Представляете? Потомственный мэр. Потомственный депутат, рады или, это не важно, рады или Госдумы. Потомственные. Представляете? Только они будут ещё тупее. Я их называю памперсниками. Вы мне дали это, это, карнбланс я получил от вас? А? Светлана. Я получил от вас карнбланс. Вот. Буду говорить, что я думаю. А вы будете дальше рассказывать. А вот это моё воспитание. Одному 10 лет, другому 9 лет. Вот. Вот.